Здравствуйте! Это Проремонт. Сегодня мы находимся на той же квартире студии, квартире холостяка, на которой в прошлый раз закончили. Не ремонт закончили, а выпуск закончили. И сегодня продолжаем ознакомить вас со всеми изменениями. Периодически будем прерваться на рубрике и прямо сейчас анонс. В этой части программы мы разбираемся в преимуществах жизни в центре города. Возвращаем молодость старой мебели. Запись идет? Хорошо. Отлично. Итак, прошлый выпуск мы завершили тем, что показывали вам изменения в ванной комнате. Сегодня продолжим ту же самую тему, тем более, что вот подвезли плиточку на пол. Правда, это чуть-чуть попозже. Сейчас полным ходом идут работы сантехнические. Ну, не будем отвлекать мастера рубрика. Сейчас будет дерзкая идея, заранее извиняюсь. А что, если в качестве подарка на Новый год будет квартира? Хотя бы себе любимому. Да не абы какая, а прямо в центре города. За сохранностью лица исторического центра следят строго и тщательно. А значит, что все новостройки, появляющиеся в сердце города, отвечают определенным требованиям, которые наилучшим образом сказываются на характеристиках дома. Как правило, это основательные, теплые, невысокие и уютные дома. Огромное внимание в них уделяется архитектуре. Фасад должен соответствовать самым лучшим классическим решениям. Территория быть облагороженной, охраняемой, с удобной современной подземной парковкой и прочими благами. В роли строительного материала в приоритете кирпич. Надежный, благородный, долговечный и всегда стильный материал. Особенно, если кладка выполнена в необычном стиле. Так десятилетиями будет сохраняться внешний вид здания. А теперь представьте, выходите вы сюда такой с чашечкой кофе. Здесь будет стекло панорамное прямо в пол. Тепло. Стены видите какие? Созерцаете эти дивные городские дали. И не только, даже видно, что за рекой происходит. Видно, кто в парке гуляет. Выходите? Ляпота! Преимущества жизни в центре города очевидны. Это близость основных городских артерий, доступность всех необходимых магазинов, торговых центров, театров, музеев, парков, образовательных учреждений, спортивных комплексов и так далее. Жить в центре значит быть в курсе всех событий и шагать в ногу со временем. Согласитесь, хочется жить в такой квартире. Золотой ключ уникальный для нашего города комплекс. От остальных его отличает исключительное качество и элегантный стиль, роскошный фасад, наличие подземной автостоянки с автомойкой и надземного паркинга, зона барбекю, детский комплекс. Благоустроенный внутренний двор создает здесь поистине новое качество жизни. И самое главное проживание в центре Кирова – это возможность подчеркнуть ваш статус и изысканный вкус, которым обладают собственники жилья в исторической части города. Узнать еще больше и выбрать свою квартиру вы можете в офисе компании «Новый дом» по адресу Спаская, 45. Внимание, не упустите акцию от застройщика. Квадратные метры в подарок до 30 декабря. Хорошо, когда все материалы, приборы и прочие вещи для ремонта уже привезены на объект. Остается монтировать, крутить, лепить, клеить, а также есть возможность представить, как все должно получиться. Итак, вот она наша ванная комната. Как можете заметить, здесь будет душевая кабина. Вся сантехника будет спрятана прямо в стену. Даже смеситель вот такой будет встроенный. С другой стороны будет находиться водонагреватель. И здесь даже для него уже проведено питание. Соответственно, вот эти выводы у нас предназначаются для полотенцесушителя. Но это все еще только предстоит сделать. А пока что рубрика. Совсем скоро Новый год, и вы планируете отметить его дома в кругу близких и родных людей. Но вы прекрасно понимаете, что ваш старенький диванчик уже не готов ко встрече гостей. Ведь где-то потерлась обивка. А покупать новую мебель сейчас совершенно нет средств. В таком случае вам поможет чехол на мебель. Ведь одно движение руки – ваш диван как новенький и готов к приему гостей. Такой чехол не просто магия, а уникальное изобретение, способное буквально за минуту вернуть молодость любой мебели. И отметим, это не только диван, но и кресло и стулья. Материал, из которого производятся чехлы, представляет собой ткань, приятную на ощупь, пронизанную мелкими резинками. Поэтому чехол отлично тянется. Для пошива используют практичные ткани. Они легко чистятся, не мнутся, сохраняют привлекательность после стирки без использования утюга. Материал не выгорает и его сложно испачкать. Также он не содержит токсины и аллергены. Поэтому такой чехол безопасен для всех членов семьи. Если вы уверены в том, что данный чехол будет неуместен в интерьере вашей квартиры, то вы сильно ошибаетесь, потому что в коллекции представлено огромное количество цветов и фактур. Также данный чехол можно подобрать абсолютно на любой диван. Двухместный, трехместный, с атаманкой и даже угловой. Данный чехол очень хорошо растягивается, при этом не теряя своей первоначальной формы. Чехол на диван выпускается в нескольких типовых размерах. Форма подлокотников и спинки не имеют значения. Чехол натянется на диван, как вторая кожа. Вы сможете выбрать классические модели или игривые вот с такой вот юбочкой. Чехлы для мебели – это отличное решение, которое обеспечит защиту, как новой мягкой мебели, не только от пятен и износов, но и от домашних животных, которые любят поточить коготки. Ну и, конечно, ни один зимний вечер не обходится без такого мягкого и уютного аксессуара, как плед, в который так приятно завернуться, лечь на диван, который, отмечу, уже наряжен в новый чехол. Купить такой же мягкий плед или красивый чехол вы сможете в новом салоне «Чехлы и пледы» на свободы 130. Такой аксессуар станет отличным подарком на Новый год для друзей и родных. Уже сейчас вы сможете приобрести чехлы на подушке и стулья, кресла и диваны, а также пледы со скидками до 15%. Встречайте год собаки с новым интерьером. Найти салон «Легко». Торговый центр «Маяк», вход со стороны парковки, первый этаж, салон, чехлы и пледы. Прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, а после нее вы увидите. Рубрику, в которой мы обустраиваем рабочее пространство дома и в офисе, тестируем системы видеонаблюдения, а далее делаем праздничную упаковку подарка своими руками. Сегодня в этой рубрике мы с вами организуем рабочее место у себя дома, в офисе, а также то место, где ваш ребенок сможет заниматься домашней работой, играть в разные игры, лепить, рисовать и так далее. Но самое главное – это наш подход. Мы будем максимально требовательными и основательными в своем выборе. На что необходимо обратить внимание, выбирая компьютерный стол? Он должен быть максимально компактным, при этом функциональным. Например, у этого есть выдвижной ящик. Здесь можно хранить диски, письменные принадлежности и так далее. Кроме этого, есть выдвижная полка. Здесь будет располагаться клавиатура. Когда она нам не нужна, задвигаем полку, больше она нам не мешает. Также здесь имеется ниша для системного блока. И что самое важно, поверхности рабочей зоны достаточно, чтобы здесь поместился монитор и рука полностью, в которой будет мышь. Очень важно, чтобы локоть тоже лежал на этой поверхности. Чем хорош данный стол? Здесь рабочая зона больше, только благодаря тому, что шире столешница. Кроме того, имеется вот такая отдельная тумба. С выдвижными ящичками. Очень, кстати, вместительными. Кроме того, ящички имеются и прямо перед глазами. Вот одна такая закрытая и две открытых. Например, можно сюда фотографию семьи еще поставить. Очень будет хорошо. Ну, а это король среди всех компьютерных столов. Большой, удобный. Благодаря тому, что он угловой, расстояние от глаз до монитора максимально. Это немаловажно. Здесь также имеется большое количество ящичков. Выдвижных внизу и вот таких сверху. Это тоже очень удобно. Много полочек, но самое главное, видите вот это место? Нет, это не для газировки спицей. Здесь может располагаться принтер или сканер. Или другая офисная техника. Этот стол скромнее предыдущего, но у него есть ряд преимуществ. Например, у вас имеется аудиосистема 2.1. Сабвуфер ставите вниз, а на вот эти полочки сателлиты. Это две таких маленьких колоночки. И наслаждаетесь хорошим звуком. А кроме того, видите вот этот ящик? У него имеется ключик. Значит, этот стол хорошо подойдет в офис. Ряд довольно жестких требований предъявляется и к стулу, на котором мы будем сидеть. Как вы можете заметить, все они вращаются свободно, регулируются по высоте. У некоторых даже регулируется наклон спинки. И, по-моему, у всех, да, у всех есть режим качания. Поверхность элементов стула должна быть полумягкой, с нескользящим, слабоэлектризующимся и легко проветриваемым покрытием. Ну и, как обещали, рабочее или игровое место для ребенка. Обратите внимание, это специальная парта-трансформер, которая растет прямо вместе с вашим чадом. Сейчас я сижу за партой, которая зафиксирована в самой верхней точке. Как видите, я легко помещаюсь здесь. Вообще она рассчитана на детей ростом до 170 сантиметров. А вот там парта, которая ближе к вам, она зафиксирована в самой низкой точке. Точно так же регулируются и стульчики. В салоне новый стиль, всегда огромный выбор стульев, столов, обеденных групп, офисной мебели, компьютерных столов, мебели для детей и сопутствующих товаров. Все это есть в наличии, а также под заказ. То, что нужно именно вам, собрано в одном месте, к тому же по приемлемым ценам. Сделайте себе новогодний подарок. Приходите в новый стиль на Азина 15. А также заходите на сайт ns-mebel.ru и выберите именно свою мебель. Новый стиль. Телефон 41-22-11. Мы все еще находимся на квартире студии, где будет жить молодой человек. Буквально за несколько часов здесь были подключены счетчики воды, сделаны от воды для полотенцесушителя, для водонагревателя, а также была проведена система подачи воды для душевой кабины. На данный момент сделано процентов 30 от конечного результата. Выполнена стяжка. Вырыли все стены под правила, проверили их уровнем. Все отштукатурено. Придали правильную геометрию комнате, квартире. Стены также зашпаклевали уже на два раза под обои. Потолки у нас также отшпаклеваны, готовы под финишное армирование. Это будет производиться поклейка стеклохолста, который дополнительно армирует гипсокартонную конструкцию. Нижний вентиляционный короб служит для прокладки вентиляционного канала. Вторая ступень короба предназначена для монтажа полиуретанового плинтуса, который декорирует этот элемент, эту ступеньку, ну и выделяет на потолке зону кухни. По задумке дизайнера сделали новую перегородку, которая разделяет зону кухни и рабочую зону. Мой дом, моя крепость. А вы уверены? Если вы не раз задумывались о том, что было бы неплохо установить камеры к себе в офис или у входа в свой дом, вы серьезно решили обезопасить себя и своих близких, слушайте внимательно. Надежную защиту своего дома сложно представить без систем видеонаблюдения. Видеосистемы принято делить на уличные, когда элементы видеоконтроля расположены вне помещения, и внутренние, когда они расположены непосредственно в помещении. Согласно вышеупомянутой классификации, камерам представлены различные требования, ведь каждый из них решает свой набор задач. Камера наружная или камера для уличного видеонаблюдения — это устройство видеоконтроля. Основные характеристики таких камер — металлический корпус, подсветка на 30 метров и температурный режим от минус 40 до плюс 60 градусов. Сегодня популярны камеры с разрешением от 2 мегапикселей и более. Уличная моторизированная камера. Что это значит? Если вы вдруг захотели увидеть то, что находится на другой стороне улицы, вы можете просто приблизить. Ну и самое главное, переходим к камерам домофонным. Можете смотреть на себя или на своего друга, или на какого-то незнакомца. Давайте проверим, как это работает. А вот такая модель имеет функцию памяти и индикатора движения. То есть вы сможете посмотреть, кто приходил к вам за время вашего отсутствия. У всех видеорегистраторов есть функция «Удаленный доступ». Это значит, что вы можете смотреть изображение, находясь где-то в другом месте. Что для этого вам нужно? Вам нужно поставить на мобильный телефон в специальном приложении и сделать определенные настройки. Все это вы сможете найти в магазине «Гуру безопасности» по адресу Маклина77, а узнать подробности по телефону 225-777. Чтобы весь выпуск не провести на пыльном объекте, мы решили вырваться в люди. Все для того, чтобы узнать, как они готовят свои квартиры к самому теплому празднику самого холодного сезона. Как будете украшать квартиру к Новому году? Мишуру повешу, елку поставлю. Можно веточки поставить. Ну, мишура всякая, это там гирлянда, это каждый год делаем. Ой, ребята, что есть, тем и украшаем. Дождиком украсим, наклейки всякие, видите, сейчас очень интересные. Веточки, игрушечки, гриллянды. Елка будет, да. Искусственная или не настоящая? Искусственная. Искусственная. Искусственная, на валет тоже самое. Искусственная. С искусственной. Почему не настоящая? Жалко природу. Искусственная. Небольшая елочка искусственная. А как же запах детства, вот это вот хвоя? Можно веточки поставить. Вот мы с сыном собрались елочку наконец-то купить, потому что она пахнет хорошо. А елочку настоящую? Да. Пожароопасно. Не подумайте, что мы отговариваем вас от живой ели. Ни в коем случае. Просто помните о мерах пожарной безопасности. Особенно, если в доме будут хлопушки, свечи и бенгальские огни. Каждый из опрошенных ответил, что ремонт к Новому году уже готов. Ремонт все сделано уже. У нас все сделано, ремонт. Ремонт мы уже сделали. Ремонт мы уже сделали. Интересно, кто же этому посодействовал? Кто помог? Привет, телезритель! В эфире самая приятная и милая рубрика «Новогодняя копилка идей». Впереди Новый год, поэтому сегодня мы будем упаковывать подарки своими руками. Все самое необходимое для этого находится в коробке. В Японии человек, который получил подарок, обязан подарить что-то в ответ. Эта традиция пошла именно оттуда. Музыка. 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 Своим близким очень просто. Пусть вы не сделали, зато упаковали подарок своими руками вместе с Первым городским. Ремонт на строительную компанию «Стрит». «Стрит» – это 14-летний опыт работы в сфере дизайна и проектирования, строительства домов и проведения отделочных работ. Все от создания индивидуального дизайн-проекта до передачи ключей от дома или квартиры с готовым ремонтом. Планирование и правильное распределение бюджета. Высококвалифицированные мастера и высокий уровень ответственности перед поставленными задачами. Растите детей, занимайтесь бизнесом, пока мы строим. «Стрит», улица Комсомольская, 43, телефон 75-2505. Все, друзья, на этом сегодняшний выпуск программы «Про ремонт» подошел к концу. Готовьтесь к Новому году с нами, в частности, в следующем выпуске в среду в 2020. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова